Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных open-source брокеров Apache ActiveMQ, о его особенностях, каких-то продвинутых возможностей, которые полезно использовать в промышленной эксплуатации. Но перед тем, как мы перейдем к представлению спикеров, у вас наверняка будут вопросы. Поэтому если у вас возник вопрос, то, пожалуйста, пишите вопросы в наш чат. Я буду его либо по ходу задавать, либо мы их будем обсуждать в конце сессии. Теперь я передаю слово нашим спикерам. Первый спикер Виктор Шевлягин и второй спикер Константин Евшанов. Пожалуйста, коллеги, представьтесь. Коллеги, добрый день. Меня зовут Виктор Шевлягин. Я Senior Software Developer компании PAM. У меня чуть больше 8 лет опыта коммерческой разработки. Начинал я на интеграционном стеке, потом перебрался на кастомную Java разработку, работал с базами данных. И вот с момента, как я чуть больше двух лет назад присоединился к компании PAM, работаю с проектами, основанные на микросервисной архитектуре. Передаю слово своему коллеге Константину. Здравствуйте, коллеги. У меня чуть больше опыта. Я 15 лет в разработке. Начинал как .NET разработчик. В 2013 году пришел в EPUM и поменял стек. На Java основном занимался Java SE, Java E. Также во время работы в EPUM я работал много с интеграционными решениями. Это был и Ораковский стек, это был и Типко стек. Также имплементировал 2 или 3 решения на опенсорсе. Это Spring Boot плюс Apache Camel. Я являюсь также экспертом интеграционного центра компетенции. И также Java Discipline Head для Казахстана, Армении и Узбекистана в EPUM. Очень приятно познакомиться. Поедем дальше. Спасибо, Константин. Я повторюсь. Станислав уже рассказывал про нашу серию метапов. Она стоит из 4 частей. Сегодня вторая часть. Мы поговорим про Active and Kill. В прошлый раз мы больше говорили про какие-то архитектурные паттерны. Сегодня мы обсудим конкретную реализацию брокера с примерами в коде. Напоминаю также, что на следующей неделе во вторник и в четверг в 18.00 у нас планируется 2 воркшопа по RabbitMQ и Apache Kafka. Приходите, будем всех вас рады видеть. Также я хотел бы напомнить про нашу интегрэйшн комьюнити. Вы можете туда перейти и присоединиться. Как Станислав уже замечал, присоединиться в Telegram канал. Станислав, я надеюсь, ты в чат уже скинул. Ссылка, чтобы коллеги могли в этом чате посмотреть, в том числе и в этом чате, посмотреть и видео, и получить обратную связь, если какие-то вопросы возникнут уже после нашей встречи. Давайте по сегодняшней агенде. Сегодня мы обсудим основы Active and Kill. Дальше я расскажу вам про destination feature в Active and Kill. Потом обсудим вопрос синхронного взаимодействия через Active and Kill. Ну и дальше Константин расскажет вам про фичи консюмеров и также, наверное, две адванса темы. Это high availability и fall tolerance. Как ее сделать с помощью Active and Kill и как настроить network of brokers. И давайте уже непосредственно приступать к нашему сегодняшнему воркшопу. И первый вопрос у меня сегодня Константину. Константин, скажи, пожалуйста, почему и зачем Active and Kill? Какие у него преимущества и недостатки? Как-то вкратце можешь такое овервью сделать? Конечно, Виктор. Ну, Active and Kill достаточно зрелое решение. Не зря AWS Cloud Provider в качестве месседж-бротера менедж-сервиса выбрал именно Active and Kill первым, а не Rabbit and Kill. Также данное решение полностью имплементирует GMS Specification 1.1. Поддерживает множество протоколов, как OpenWire, Stomp, MQP, MQTT и так далее. Также прекрасно может работать в memory, что позволяет сильно ускорить интеграционные тесты и получать фидбэк о состоянии кода гораздо быстрее, чем это с использованием развернутого окружения. Также имеет хорошую горизонтальную масштабируемость, высокую доступность. Также я бы отнес плюсом open source. Можно посмотреть имплементацию. Я так пару раз делал в сложных случаях, когда не понимал, что происходит. Ну и очень хорошо интегрирован с Java фреймворками, такими как Java.ie и Spring фреймворк. На Java.ie она включена в множество application серверов. В Spring фреймворке отличная интеграция на всех библиотеках. Очень замечательно. Но данный брокер не является серебряной пулей. Есть определенные проблемы. Одна из них – низкая производительность. Единичный брокер не в состоянии обработать более 10 сообщений в секунду. Это его потолок вне зависимости от вертикальной масштабируемости. Также все протоколы являются обверками вокруг OpenWire, что добавляет дополнительного оверхеда. Ну и самый главный минус – то, что ActiveMQ активно больше не разрабатывается. Только фиксируются проблемы, улучшения небольшие. А полностью комьюнити переключилось на разработку Apache ActiveMQ Artemis. Но в случае, если требуется сделать на Java какой-нибудь хороший проект с быстрым месседж-брокером, с достаточно предсказуемым поведением, то есть ActiveMQ прекрасно подходит. Также может подойти в качестве месседж-брокера для IoT, Internet of Things, небольшого предприятия. Он прекрасно с этим справляется. Проблем никаких, очень легких, очень удобных, очень качественных. Ну, это мое мнение по ActiveMQ. Спасибо, Константин. Коллеги, давайте переходить дальше. Давайте поговорим по протоколам чуть подробнее. Кстати, он уже немножко коснулся их. Ну, первый протокол, который я хотел бы обсудить – это MQP. В ActiveMQ используется версия 1.0. Она значительно отличается от версии 0.9, например, которая используется в RabbitMQ, о которой мы поговорим во вторник. Ну, на самом деле здесь хотелось бы отметить, что, в принципе, версия 1.0 и протокол MQP, она в основном для Java мира. Ну, в мире .NET она, мягко говоря, сложно с ней работать. Не так много библиотек. Дальше хотелось бы обсудить протокол Stomp. На самом деле я не так-то часто его видел. Константин, можешь рассказать, что это за протокол, зачем он нужен? Ну, я с ним знаком только теоретически, тоже не приходилось с ним сталкиваться. Но то, что я читал про данный протокол, он очень легок, очень легковесен, очень похож на работу HTTP. Соответственно, небольшие легковесные приложения любят использовать подобные подходы. Окей. Ну и последний протокол, это протокол NQTT. Как Константин заметил ранее, это протокол для интернет-вещей. Наверное, из преимущества в него то, что он из коробки реализует три деливери-семантики. At least once, at most once, exactly once. Ну, да, то есть, как Саня сказал, если вам нужно, грубо говоря, оцифровать каким-то образом небольшое или среднее предприятие, или сделать какой-нибудь умный дом, то ActiveMQ с протоколом NQTT для этого очень хорошо подойдет. В принципе, на этом по протоколам все. Давайте теперь переходить непосредственно к основам ActiveMQ. Первое, с чего хотелось бы начать, это про то, как у нас вообще происходит отправка сообщений в наш брокер. Здесь представлена такая некая концептуальная модель, как вообще это все происходит. У нас продюсер отправляет сообщения в брокер, и дальше, возможно, два варианта флоу, по которым брокер будет обрабатывать это сообщение. Первый вариант – это non-persistent флоу, и второй вариант – это persistent флоу. То есть, в случае non-persistent флоу у нас все хранится где-то в оперативной памяти, и в случае, если брокер там крешнулся, и после того, как он поднимется, мы эти сообщения потеряем. Если же нам нужна какая-то такая гарантированность того, что сообщения должны сохраниться, мы должны сохранять это все в persistent store. И после того, как сообщение сохранится, у нас продюсер получает acknowledgement о том, что брокером было обработано сообщение, и с этого момента считает, что… Ну, продолжать свою работу. То есть, считает, что сообщение было обработано. И у меня такой вопрос, Константин, к тебе. А что является persistent store у ActiveNQ? GDC либо расшаренная папка. Зачастую в качестве расшаренной папки может выступать сетевая папка. Очень популярное решение. Я о нем расскажу чуть попозже. Ну, правильно понимаю, что работа через просто шареное дисковое пространство быстрее, чем через базу данных. Ну да, естественно. Да, окей. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, о перформансе, как мы можем оптимизировать. У нас есть такое понятие, как транзакция, чтобы на каждое сообщение у нас не тратить ресурсы. Мы можем буферизировать часть сообщений на брокере. То есть, допустим, отправить первое сообщение, отправить второе сообщение. И только после этого консюмер скажет нашему брокеру о том, что нам нужно закоммитить сообщение. После этого консюмер отправит сообщение в Persistence Store, получит подтверждение о сохранении и отправит некий acknowledgement нашему консюмеру. И консюмер, как я уже говорил ранее, будет считать, что сообщение было отправлено. Дальше давайте поговорим, как у нас потребляется сообщение из брокера. На самом деле здесь все аналогично. То есть, два флоу. То есть, читаем либо из памяти, либо из дискового пространства. После того, как сообщение было получено, оно отправляется нашему консюмеру. Консюмер говорит о том, что да, окей, я его прочитал, шлет acknowledgement. И после этого она, соответственно, удаляется либо из памяти, либо из Persistence Store. И такой вопрос, Константин. Я знаю, что это все дело управляется acknowledgement. Я слышал, что там их существует три штуки. Можешь поподробнее рассказать, что это такое, зачем это нужно? Ну, автоакновиджмент – это режим по умолчанию. Он автоматически, без участия разработчика, сообщает брокеру, когда сессия заканчивается, с каким статусом это все обрабатывалось сообщение. Если оно успешно и не было рейзмента никакой ошибки, то тогда сообщение удаляется из очереди. Если же сессия возвращается с ошибкой, дальше, в зависимости от ределивери настроек, оно может либо попытаться обработаться еще, либо упасть в DLQ, либо просто сразу уничтожиться. Клиент-акновидж – это полностью управляемый акновидж. То есть мы, когда начинаем обрабатывать сообщения, мы можем сразу же отправить ActiveMQ брокеру, что на его услуги больше не нужны, сообщение можем удалять. И дальше, если процесс падает, ну, это наши проблемы, проблемы клиента и разработчика, как с ним дальше жить. Dupsoc – это акновидж, предназначенный для буферизации. Соответственно, мы имплементируем им механизм батчинга, как ты примерно до этого и рассказал. Коллеги, краткий вопрос из аудитории. Транзакции применимы только для Persistent Flow? Нет, транзакции спокойно применимы и для In-memory. В чем проблема? Окей, все. И маленький тоже краткий вопрос. Виктор, пожалуйста, на 14 слайд. Здесь спрашивают, почему консюмер отправляет сообщение. Слайд 14. Это не должен быть паблишер? Нет, у нас сообщение сперва… Это паблишер. Да, извините. Это бывает. Здесь описка, но идем дальше. Да, извините, коллеги. Это паблишер. Не заметили. Окей, хорошо. Давайте дальше. Теперь непосредственно перейдем к практическим примерам. И первое, с чего бы хотелось бы начать, это поговорить про основные понятия, которые существуют в ActiveMQ. У нас есть топик и у нас есть Q. Отличие топика от Q в том, что на топик у нас могут подписаться несколько подписчиков, и когда сообщение будет получено, они будут его параллельно обрабатывать. На Q же у нас сообщение из Q может обрабатывать только один консюмер. То есть параллельная работа здесь сама по себе исключена. Ну, в плане параллельной… То есть сообщение захватывает только один консюмер. Дальше здесь по поводу топика хотелось бы еще отметить, что к топику может подключиться сабскрайбер только с одним client ID. То есть у нас как бы у сабскрайберов существует такое понятие, как client ID, и вот два сабскрайбера с одним и тем же client ID подключиться к топику не могут. Дальше хотелось бы поговорить про дюрабилити. Дюрабилити мы на самом деле затрагивали на прошлой нашей встрече, и у нас там даже возникали вопросы, я помню, что это такое. В том случае, то есть у нас есть, допустим, какой-то некий топик, и у него есть два, допустим, подписчика, и один подписчик дюрабил, другой нон-дюрабил. И если, допустим, в этот топик еще пока не подписались наши подписчики, в него приходят сообщения, в тот момент, когда эти два подписчика подключатся, они эти сообщения, которые были до их подключения, они не прочитают. В тот момент, когда наши подписчики подключились, здесь уже есть такое некое расхождение в их флоу. То есть первый подписчик, который, допустим, дюрабил, в случае того, в случае, если он отсоединится от нашего топика, и в этот топик будут приходить сообщения, когда он присоединится, он прочитает те сообщения, которые приходили в топик на тот момент, когда он отсутствовал. В случае же нон-дюрабил подписчика, он не сможет прочитать сообщения в тот момент, когда он отключался от нашего топика. То есть те сообщения, которые в тот момент, когда он был отключен, они потеряются. Теперь на самом деле я хотел бы показать пример того, как у нас работает Persistence в ActiveMQ. Давайте откроем для начала консоль. То есть открыть это достаточно просто. Вы можете с официального сайта Apache ActiveMQ скачать брокера. Дальше перейти в соответствующую директорию BIN. Давайте это сделаем. Ой, извиняюсь. Да, вот перейдем в директорию. И дальше просто запустим наш брокер такой простой команды. В случае винды это будет батник. Брокер запускается. И мы можем перейти в админ консоль нашего брокера по следующему урлу. То есть по дефолту там логин, пароль это админ, админ. И давайте поиграемся с нашими Q и топиками, которые мы прямо здесь и можем создать. Давайте попробуем создать First Q. Нажимаем Create. Очередь создалась. Теперь давайте попробуем отправить в нее два разных сообщения. Сейчас скажу каких. Первое сообщение, секундочку, оно будет Persistence. На самом деле это можно повторить в коде, но до кода мы еще дойдем. Хотелось бы показать, как еще в консоли можно работать. То есть, допустим, первое сообщение, напишем, что он будет Weekend Loss. И нажимаем кнопку Send. Потом дальше пытаемся отправить второе сообщение, уже не Persistence, не Persistentное. И давайте напишем здесь, что we can lose это сообщение. И отправим. Если мы пройдем в нашу очередь, то мы увидим о том, что здесь появилось два сообщения. Одно Persistence, которое выставилось на клиенте. В данном случае в админ-консоли. Другое не Persistence. И давайте посмотрим, что произойдет. Виктор, извини, перебью. Коллеги просят, чтобы ты шрифт крупнее. То есть, да, вот так. Все, продолжай. Да, извиняюсь. Давайте сейчас попробуем воспроизвести ситуацию, будто у нас наш брокер крашнулся. Ну, выключаем наш брокер. И, соответственно, запускаем его заново. Брокер поднимается. Надеюсь, что я поймаю момент, когда консоль не будет работать. Да, вот консоль не работает. Да, и теперь мы видим о том, что в этом очереди осталось только одно сообщение, которое было Persistence, на которое я написал, что оно не может быть потеряно. Да, we can't lose. Окей. В принципе, с этим примером все. Давайте пойдем дальше. Теперь давайте обсудим destination фичи, которые у нас есть в нашем брокере. Первое, с чего бы хотелось бы начать, это с composite destinations. Что это такое? Ну, например, давайте обсудим такой следующий бизнес-кейс. У вас есть какая-то очередь. Вы в нее отправляете сообщение, и вы какой-то периодичностью хотите к ней подключаться различными тулами, ну, не знаю, для мониторинга, например. То есть одновременно там несколько может быть, к примеру. При этом вы не хотите ни в коем случае забирать это сообщение у консюмера, вы как бы не хотите вмешиваться в эту цепочку. И в этом случае у ActiveMQ есть следующая фича, она называется composite destinations. Она позволяет перенаправлять ваше сообщение в два различных, ну, в topic и в queue. И как бы, то есть у вас есть логическая очередь, и есть очередь, которая слушает вас консюмер, и есть topic, на котором вы там можете подключаться. Давайте посмотрим, как это будет работать. Для начала хотелось бы пояснить некоторые моменты, которые есть в моем приложении. То есть смотрите, да, из чего состоит приложение. У нас есть, во-первых, конфигурация. Конфигурация у нас есть, ну, достаточно стандартные настройки в виде того, куда мы подключаемся. Дальше у нас, я настроил там уровень логирования. И здесь как раз я сделал, ну, здесь написал. Виктор, а попробуй крупнее, либо в демонстрационном режиме. Извини, что перебиваю, просто мелковато. Ага, хорошо, как это сделать. Виндоу, кто может подскажет? Так, и дабл-шифт подсказывают коллеги. Демон, дабл-шифт, презентейшн мод. Окей, спасибо. Презентейшн мод. Окей, наверное. Это, я не думаю, что... Так, я думаю, что не помогло, да? Ладно, давай продолжать. Презентейшн сеттингс операнс. Сейчас, секундочку. Помогло как-то? Ну, ладно, коллеги, я извиняюсь, давайте продолжать. Смотрите, есть настройки очереди, да, она композитная. У нее есть, во-первых, сама очередь, да, и есть топик и кью, куда перенаправляется сообщение. Вот, дальше у нас настроены вины соответствующие, которые нужны обязательно для того, чтобы подключиться к этой очереди. Во-первых, это connection factory, ну, в общем, который держит наше соединение. Во-вторых, это темплейты. Темплейты нужны для того, чтобы мы могли отправлять сообщения в кью или топик. Так, лисенеры, соответственно, которые читают сообщения из кью или топика. Здесь хотелось бы отдельно отметить то, что у нас есть, ну, то есть для топиков и кью нужны отдельные темплейты и лисенеры. Потому что вам нужно выставить домен pub.sub в true, если вы хотите работать с топиком. В случае же, если мы говорим про очередь, то у нас домен будет, pub.sub.domain будет false по умолчанию. Соответственно, работа будет вестись только с кью. И у нас есть, допустим, композит-продюсер, который отправляет сообщение в нашу очередь композитную. И есть, соответственно, лисенер, который слушает, во-первых, он слушает очередь, в которой мы непосредственно отправляем сообщение. Вот эту логическую. Во-вторых, он слушает forward-очередь, в которую перенаправляет сообщение, и forward-topic. Это еще на самом деле не все. Нам нужно провести некие настройки в инфигурации нашего брокера, каким образом это можно сделать. Нам нужно в virtual destinations добавить следующие параметры. Давайте сейчас на слайде покажу, это у нас будет лучше видно. То есть у нас есть, во-первых, нам нужно настроить композитную очередь и сказать, куда перенаправлять сообщение. Ну и, соответственно, завести соответствующие очереди и топики на нашем брокере. Давайте скопируем весь этот код. Кстати, Танислав, я тебе отправлял ссылку на GitHub. Ты можешь пошарить с коллегами, если коллега скачает, пока я делаю настройки. Так, в принципе, настроить конфиги поменять достаточно просто. У ActiveMQ есть конфигурационный файл. Туда мы сохраняем это. Я туда отправляю эту конфигурацию, которую я говорил. То есть у нас здесь есть как раз. У нас есть здесь композитная очередь. Есть, куда мы forward-им. Ну и, в общем-то, это destinations, куда это все будет forward-иться. Сохраняем все это дело. Брокер на лету не умеет читать изменения конфигов. Нам нужно его перезагрузить. Сейчас, секундочку. Ведь нажми Ctrl и колесико, чтобы крупнее было. И терминал здесь тоже просили. Вот, окей. И давайте теперь запустим еще раз наш брокер. Брокер запустился. Давайте посмотрим, что у нас есть в Q. Так, у нас есть очередь MyQ. Из настроек у меня это логическая очередь, куда будут улетать все сообщения. Есть очередь Foo, в которую будет перенаправляться сообщение. И есть также топик. Топик баров, которые тоже можно, как я сказал, подключаться какими-то тулами для мониторинга. И там, ну, оттуда консумить эти сообщения. Давайте запустим наше приложение. Так. Пока запускается. Попробуй View, Appearance. View. View. Коллеги, Appearance и End, да, Presentation Mode. Можно, о, да. Так. Да, как с этим еще работать? Так, это... А как отсюда выйти? Прикольно. Из презентационного мода ты можешь выйти, нажать Ctrl, плюс тильда, там выбрать View и Exit из демонстрационного мода. Там, на самом деле, Ctrl, еще раз плюс тильда. Плюс тильда, да. Там у тебя появится switch, View Mode и там первое Exit, Enter, Presentation Mode. Сейчас. Exit Present. Нет. Так, а менюшка, никто не знает, как посмотреть? Менюшка нету, только вот так. Если дашь доступ... Еще раз, Ctrl, тильда. Появится менюшечка. Ctrl, тильда, плюс. Нет, Ctrl, плюс, тильда. Все, две кнопки. Да, но только он просто сворачивает окошко. Странно. Так, коллеги, сейчас я... Alt-V советуют коллеги. Да, видимо. Appearance. Exit Presentation Mode. Коллеги, на самом деле, я здесь что хочу показать. Сейчас я хочу отправить сообщение в запущенное приложение. То есть оно запущено сейчас в режиме debug. Так, и наш сервис, который получит это сообщение, он просто, получается, перенаправит сообщение в логическую очередь, да, которая была у нас здесь представлена. И после логической очереди она уйдет в topic и в queue. Я это подробнее покажу, наверное, в консоли, чтобы было видно. Так, для начала давайте отправим сообщение в composite queue. Сообщение успешно ушло. И как бы в логах мы видим о том, что сообщение было прочитано три раза. Первый раз оно было отправлено в queue, дальше оно было прочитано из queue topic и было прочитано из логической очереди. Смотрите, здесь я хотел бы отметить один момент. У нас логическая очередь можно настраивать двумя путями. То есть, во-первых, она может быть forward only, true, здесь выставлен флаг, тогда мы из нее читать сообщение не сможем. Если у нас флаг стоит forward only, false, тогда из нее в том числе мы сможем читать сообщение, а не только из этих двух очередей и топиков. Соответственно, давайте посмотрим, сейчас подключимся к консоли ActiveMQ, посмотрим, какая у нас была в queue. Вот у меня было сообщение myqueue, в нее я отправил сообщение, дальше одно сообщение ушло в очередь full. И, соответственно, если мы посмотрим топики, то одно сообщение было перенаправлено в topic bar. То есть, это на самом деле достаточно удобно, если мы хотим подключать какие-то туловины для мониторинга наших сообщений, которые гуляют по месседж-брокерам. Дальше обсудим следующий вариант. Как мы говорили немножко ранее, как я уже говорил, упоминал немножко ранее, у нас есть такая история, что к одному топику может подключиться максимум один консюмер с одним client ID. Что это такое? То есть, к чему это может привести? Мы можем захотеть сделать скейлинг нашего сервиса, консюмера, к которому мы подключаемся. Допустим, поднять рядышком еще в Kubernetes поду с инстансом вот этого сервиса. И тогда у нас будут проблемы с тем, что одновременно два консюмера, они не смогут работать с топиком. Это такие ограничения в принципе GMS. И что нам, каким образом помогает ActiveMQ выйти из этой ситуации? ActiveMQ позволяет настроить следующую историю. То есть, есть такая штука, как Virtual Destinations. Она что помогает? То есть, у нас за топиком, в котором мы отправляем сообщение, появляются две очереди. И, соответственно, к этим очередям могут подключаться различные консюмеры с одинаковыми client ID. На самом деле, какие преимущества здесь? Эти очереди, они создаются на лету. И вам и сообщения, они из топика перенаправляются в эти очереди тоже на лету. Вам не нужно, допустим, после того, как вы сконфигурировали ваш месседж-брокер, после того, как вы сделали скейлинг вашего консюмера, вам не нужно дополнительные какие-то настройки делать на месседж-брокеры. Соответственно, все будет происходить автоматически, скейлинг тоже автоматически. Каким образом это выглядит? У нас есть следующие настройки внутри конфига нашего брокера. Вам необходимо добавить виртуал топик. У него здесь следующая история. У нас есть такая штука, ну то есть, во-первых, у него есть компоненты, такая как name. Это нужно для того, чтобы выбрать те топики, с которыми будут работать вот эти вот очереди дополнительные. И, соответственно, мы по префиксу выбираем консюмеров, которые будут подключаться к этим очередям для работы с топиком непосредственно, куда будут отправляться сообщения. И вы можете бесконечно, сколько угодно, то есть, отправлять консюмеров. И overhead здесь на самом-то деле не такой-то уж и большой. Давайте быстренько покажу, постараюсь продемонстрировать, как это будет. К сожалению, с экраном мы немножко не подумали, но давайте хотя бы суть. Во-первых, нам нужно включить настройки в нашем брокере. Это нужно, как я сказал, перед этим добавить в следующую строчку. Мы подключаемся к всем топикам, которые начинаются на виртуал топик. И этот топик будет слушать консюмеры, у которых начало их имени совпадает по такому формату. И дальше сейчас я покажу, что есть у меня в коде. Так, это… секундочку. Есть сейчас… Виртуал топик. Во-первых, есть продюсер, который отправляет сообщение в виртуал топик. Виртуал топик название у него следующее. Сейчас. Просто виртуал топик, myvirtualtopic. И есть две соответствующие консюмеры, которые слушают этот топик. Сейчас я покажу. Listener, точнее. Вот. Один из них называется consumer myconsumer1. То есть, как мы видим, он подходит под вот этот вот паттерн consumer. Звездочка. И, соответственно, второй просто myconsumer2. Мы просто в destinations указываем следующие пути. Вот. Ну и, в общем-то, добавляем имя топика. Давайте попробуем перезапустить наш брокер. Сейчас, для того, чтобы это все дело заработало. Так, я сохранил изменение конфига. Виктор, ты пока перезапускаешь. Я зачитаю по виртуал топик с несколько вопросов. Первый вопрос. Если из myq удалить сообщение в очереди фу и топики пар, оно останется? Это в контексте виртуал топиков. Сейчас я секунду вернусь к картинке. Ну, как в топике оно останется? Топик работает. Если сабскрайбер есть, он его получает в сообщении. Если же сабскрайбера нет, то, соответственно, сообщение будет ликвидировано. Потому что никому оно не требуется. Ну и следующий вопрос. Он будет попроще. Значит ли это, что сообщения будут дублироваться кратно консюмерам? Да, кратно консюмерам, сабскрайберам в топике. То есть в топике может быть много сабскрайберов. Это нормально. Так топик работает. И последний вопрос. Прошу прощения, чтобы мы эту тему по вопросам закрыли. Тоже по виртуал топик. Что за служебные топики создались на каждый наш Q и топик? Вот прям я зачитываю, если честно говоря, я не до конца. Ну это, наверное, топики, которые создаются внутри консоли ActiveMQ. Это служебные топики, которые дополнительные возможности предоставляет, наверное, Константин. Ну это служебные топики. Это долго рассказывать. Давайте пока. А времени у нас достаточно ограничено. Давайте в конце поговорим об этом. Ну давайте я быстренько продемонстрирую. На самом деле я отправил сообщение в виртуал топик. И после этого у меня сообщение прочиталось из очереди. И сообщение прочиталось консюмерам из второй очереди. У меня было два консюмера. Они как бы оба прочитали. Коллеги, я извиняюсь за размер экрана. Мы подумаем, как это поправить. Но код мы выслали. В принципе, там есть рабочий код. Если что, сможете себя повторить. Давайте я последнюю, наверное, расскажу фичу. Destination фичу. Здесь хотелось бы отметить, что также в ActiveMQ есть такая штука, как MirateQ. Ну, допустим, если вы хотите ввести аудит всех ваших сообщений, которые находятся в вашей системе, и вам, грубо говоря, для каждой очереди писать какой-то конфиг, то есть писать какой-то конфиг, там очередей может быть множество. Это очень неудобно. В ActiveMQ это можно сделать буквально за одну строчку. И у вас образуется дополнительная очередь MirateQ, в которой вы, допустим, можете подключить к какой-то сервис, который будет ввести аудит ваших сообщений. Такой паттерн называется вообще WiredUp. From Enterprise Integration Patterns. И на самом деле конфиг можно добавить следующим образом. Вы просто добавляете строчку, которая для копирования сообщений в дополнительной очереди указываете какой постфикс, ну и, соответственно, к этому постфиксу потом в дальнейшем подключаете. Это тоже в примерах есть, который Станислав там скинул, вы сможете на GitHub посмотреть. В принципе, по Destination Fitch у меня все. Давайте теперь поговорим про синхронное взаимодействие, которое у нас существует на ActiveMQ, как его можно реализовать. На самом деле, эта тема затрагивалась у нас на предыдущем семинаре, на нашей встрече в Метапе. И я, насколько мне известно, в ActiveMQ существуют специальные возможности для этого, которые помогают это достаточно просто и эффективно реализовать. Константин, у меня такой к тебе вопрос. Как это можно сделать? Можешь подсказать? Ну, это не совсем ActiveMQ, это GMS-спека в первую очередь. Реализовать это можно следующими вариантами. Во-первых, можно возвращать сообщения в ту же очередь, куда мы ложим реквест. Это считается самым плохим вариантом, потому что мы перегружаем данную очередь очень сильно и начинаем бороться за ресурс. Другой вариант у нас возможен создание отдельной независимой очереди, которая ложится в reply-to сообщение, и реквестер всегда слушает эту очередь. Это уже лучший вариант. Снова возможны накопления сообщений в этой очереди, не успевать обрабатывать и так далее. Третий вариант создания темповых очередей, где специально под данную очередь денерится уникальная, под данное сообщение денерится уникальная очередь, и реквестер оттуда просто забирается и все. Но тут больше зависит от вашего железа, потому что данный вариант больше потребляет ресурсов, если много сообщений, но проще обрабатываться. Я могу показать пример, как это работает в коде. У меня есть имплементация на Apache Camel. Я заберу экран. Коллеги, мой экран видно? Да, видно. Все. У меня поднят один из брокеров, у меня их будет много сегодня. Я написал достаточно короткий код. Сейчас я перейду в presentation mode, чтобы объяснить, что здесь написано. По сути дела, мы имеем два процесса. По таймеру мы кидаем сообщение с телом. Is this in outs? В очередь в food. И ожидаем оттуда ответ. Как только нам возвращается ответ, соответственно, мы выводим в лог, что нам вернулось. Второй роут слушает данную очередь, выставляет рандомное число от 1000 до 2000. Это выставляет задержку, останавливает процесс и потом помещает время, насколько данное сообщение было задержано у нас в потоке. И потребляться будет в один поток, потому что других настроек я не выставил. Так, я запускаю соответственное приложение. Вот мы видим, что пошла обработка, возвращается время с задержками. И также, если мы откроем наши очереди, то можем увидеть следующую картину. То есть у нас немножко скопилось сообщение, и мы видим, что reply tool у нас указана темповая очередь. Вот так. Я останавливаю приложение. Костя, давай я задам вопрос, просто вот как раз по этому кейсу. Коллеги уже двое просят ответить на вопрос, зачем синхронное взаимодействие реализовывать через очереди? В каком случае это приходится делать? Типичный случай. Допустим, имплементируем работу терминала. Терминал имеет тайм-аут на обработку сообщений, после которого клиент возвращается результат, должен вернуться результат. Бэкэнг-системы у нас находятся за месседжброкерами, чтобы их не перегружать, чтобы они у нас случайно не умерли от нагрузки. Соответственно, в данном случае мы не можем напрямую пойти через HTP. Мы получаем HTP, и дальше должны в рамках минуты или сколько у нас time to leave выставлен для данного процесса, должны за это время либо получить, либо не получить ответ. И без этого паттерна через очередь мы никак не сможем, потому что не весь Бэкэнг готов кластеризироваться очень быстро, особенно в банковском секторе. Очень часто у нас какой-нибудь open way, который может только через очереди регулировать свою нагрузку, к примеру. Не ответил на вопрос? Окей, да, спасибо. Тогда я предлагаю перейти к другим фичам консамера. Их несколько, которые я хотел. Их на самом деле много, но я хотел бы несколько отметить. В первую очередь я хотел бы отметить консамер приорити. Это вещь, которая позволяет при обычном ворклоуде очереди протолкнуть какое-нибудь сообщение вне очереди. То есть у нас, допустим, есть порядка тысячи сообщений в пендинге, но нам надо срочно какое-то важное событие, чтобы оно сразу зашло и сразу вышло. Соответственно, мы данному сообщению повышаем приоритет. По дефолту приоритет ноль, самый низкий. Соответственно, как вы видите на картинке, он будет обрабатываться последним. Перейдем к следующим. Эксклюзив консамер. Это очень интересная вещь. Иногда нам требуется потреблять сообщения в FIFO из очереди. И у нас возникает проблема, когда у нас несколько, допустим, нот обращаются к очереди. Они будут потреблять каждый в своем потоке. Чтобы этого избежать, мы используем консамер эксклюзив. Он работает так, что один только может вычитывать, остальные ожидают. Это также хорошо потому, что в случае, если мы делаем только одного слушателя без возможности бэкапа, то в случае, если у нас по каким-то проблемам упал консамер, с помощью эксклюзивного слушателя мы можем продолжить работу, обработку. То есть у нас ничего не упало. Вот типичный пример, как оно будет работать. У нас упал предыдущий консамер, следующий продолжал обработку сообщений. Ну, бывают ситуации, когда чисто FIFO нам недостаточно. Тогда мы можем использовать месседж-группы. объясню бизнес-тесть. Допустим, у нас много клиентов, и мы какую-то информацию распространяем на остальные системы нашей распределенной окружения. И у нас есть требование, что в рамках одной кампании все события должны обрабатываться последовательно. Но проблема в том, что сообщений достаточно много. Если мы всю очередь поставим на FIFO, максимум мы можем получить 300 сообщений в секунду, что зачастую недостаточно. Здесь нам как раз месседж-групп помогает. Мы при выставлении данного проперти можем регулировать в рамках одного месседж-группа, чтобы консамер потреблял FIFO. Но при этом количество средов и обработок будет неограничено. То есть, каждая компания обрабатывается в FIFO, но компания обрабатывается в мультисрединге. Еще хотел бы рассказать о такой интересной опции, как Selectors. Это, по сути дела, аналог VR в SQL Select позволяет выбирать сообщения для консамера из очереди по определенным условиям. На данном примере я показываю, как консамеры для машин выбирают сообщения только красные, черные и голубые, в зависимости, и дальше как-то особым образом их обрабатывают на вполне бизнес-тейс. Ну и, как последок, немножко рассказать хотел бы про Redelivery Policy. она может выставляться выставляться как на очередь, так и для сообщения. это вещь, которая объясняет, что мы делаем с сообщением, если консамер получает какой-то фолд. Например, при потреблении сообщения у нас ковременный сбой, мы возвращаем ошибку, дальше в зависимости от настроек мы можем попытаться заново через какой-то промежуток, либо несколько раз. если уже совсем оно не работает, то в зависимости от полиси либо сохранить DTLTQ, либо уничтожить сообщение. И это все настраивается в Redelivery Policy. Сейчас хотел бы рассказать немножко про High Availability и Fall Tolerance, как его настроить. Объясни немножко проблем. У нас бывает, что брокер работает, все хорошо, но тут нам надо обновить либо операционную систему, либо сам ActiveMQ, либо просто у нас крашнулся сервер, и в результате наш софт-палл, клиент Megaduit. У ActiveMQ, соответственно, есть возможность, как этого можно избежать. Это мастер-слейв. Имплементация, достаточно популярная в месседж-брокерах, имплементируется следующим образом. Либо через GDBC, либо через шарец-хранилища общее для всех брокеров, обращаются одновременно брокеры, кто первый успевает заблокировать ресурс, кто становится мастер, и клиенты обращаются к нему. В случае, если вдруг по какой-то причине у нас мастер сломался, брокер один умер, сами выключили, умер, соответственно, у нас поднимается второй в качестве мастера, и клиенты переподключаются и дальше продолжают работать с нашими сообщениями. Подчинили месседж-брокер, он становится в очередь, и в случае, если брокер 2 приказал долго жить, он попытается захватить и стать мастером. здесь показаны фолловеры, как оно обращается, чтобы клиент понимал, что надо опросить все серверы, чтобы получить. Могу показать на примере, как это работает. Для этого у меня уже настроены оба сервера на общее хранилище. Я запускаю второй сервер. Он, так как настроен на одно хранилище, соответственно, показывает, что уже захвачено, и он не может обрабатывать. Я воспользуюсь кодом Виктора и пропишу просто фолловер к обоим серверам и запущу это приложение. То есть, сейчас, допустим, попробую не использовать Camel, а чистый Spring. Что мы видим? Мы успешно подключились к нужному брокеру. Все хорошо, все работает. Тут внезапно происходит беда, печаль, у нас брокер поломался. Все, брокера нет. Мы ловим ошибку, как ожидается, но после короткого промежутка брокер сразу поднялся, второй, и запустил. Соответственно, если я запускаю первый брокер, он также поднимается и становится в очередь. И как только упадет второй, будет работать. Возвращаемся к презентации. Сейчас, извиняюсь, у меня почему-то вот так все время показывают. вторая возможность быстрой обработки и как увеличить мощность за счет горизонтального масштабирования, это network of brokers. Это когда два независимых брокера, они могут быть, каждый как fault-tolerance, как не-fault-tolerance окружения. У меня, допустим, настроено, что не-fault-tolerance брокер будет обращаться к fault-tolerance и, в принципе, работает. Моц либо гоняет сообщение в обе стороны, либо только в одну. То есть в зависимости от того, что мы выставляем в network коннекторе, дуплекс, это мы направляем в обе стороны. Но дуплекс, если дуплекс false, мы только из нашего брокера отсылаем в другой и не смотрим, что во втором брокере происходит. Бывает выстраивать из этого межтопологию, когда каждый брокер знает, куда пересылать в случае чего сообщение. Очень удобно масштабироваться на топ-ти, соответственно каждый новый брокер мы пересылаем достаточно небольшой объем сообщений, а клиенты сразу получают кучу. Либо можно попробовать концентратор использовать. Здесь у нас соответственно разделение на брокеры, которые читают и которые пишут. Соответственно распределение нагрузка read-rights. Давайте я покажу, как это выглядит на окружении. Первые два брокера я поднял, сейчас запускаю еще дополнительный брокер. Это третий, извиняюсь, это четвертый. Вот, это третий. Он настроен через bridge два на master slave, работает в обе стороны, имеет следующие настройки. в случае, если на стороне другого брокера будет destination, на который есть хоть один консамер, он будет пересылать сообщение, это dynamically includes destination. В случае, если мы в любом случае хотим пересылать сообщение, мы используем статикли destination, причем мы можем использовать в качестве физического имени как полностью имя очереди, так и wild карты, например, для топиков я пересылаю все сообщения. Давайте я покажу, как это примерно работает. Это у нас извиняюсь, я немножко отрегулирую, а то я ничего не вижу. Это у нас набор очередей для первой, я почищу, чтобы все было чисто, кроме DLQ все чисто. Это у нас админ консоль второго месседж брокера, здесь вы видите одну очередь, я предлагаю послать сюда сообщение. Допустим, send to other broker. Отсылаем. Что происходит? У нас сообщение в данном брокере отсутствует. смотрим на данный брокер и видим, что оно появилось здесь. Сразу хочу предупредить, если у нас два и более брокера объединены в сеть, то в случае очередей у нас кто первый заберет сообщение, тот и будет его выставлять консоль миром. В случае, если мы говорим про топик, здесь соответственно сообщение дублируется сразу на оба брокера. это фактически все, что мы хотели сегодня показать. Давайте перейдем к вопросам. Вопросов немало, мы немножко вышли за время, но давайте ответим на заданные вопросы. Я их немножко сгруппировал, начнем с следующей группы. Что может быть сообщением? Только текст, какие ограничения на тип объекта сообщения есть? В принципе, можно байты пересылать, можно в подже пересылать, то есть что угодно. Окей. И другой вопрос, продолжении. Какой размер сообщений типичный, максимальный, минимальный? Ну, вообще пересылать можно даже гигабайтные сообщения, есть даже специальный режим у Active MQ, но по умолчанию максимальный размер сообщения выставляется в районе 100 мегабайт, это настраиваемый параметр, могу даже показать, где, позвольте, переключу, в настройки какого-нибудь месседж-брокера, вот у нас максимальный размер фрейма указан, то есть здесь 100 мегабайт, пожалуйста, вот можете увидеться. Но как бы на моей практике рекомендуется, если мы хотим иметь хороший перформанс, пересылать относительно небольшой, то есть и типичное использование в пределах нескольких мегабайт это нормально, считается. спасибо. Следующий вопрос, в какой момент сообщение считается обработанным, если его отправляют в топик? Можно уточнить, что значит обработанным с точки зрения консамера или продюсера, потому что я не совсем понимаю вопрос. Я предположу, что имеется в виду с точки зрения всех продюсеров. или сейчас нам вот нет, нет пояснений нет, это другой вопрос. Хорошо, если смотрим со стороны продюсера, то как только брокер отсылает актуал продюсеру, что он забрал сообщение и дальше будет его обрабатывать, оно считается обработанным для клиента на стороне консамеров, то есть как только сабскрайбер забрал сообщение, либо не нашлось ни одного сабскрайбера, кто должен это сообщение принять, все, оно либо уничтожается, либо потребляется консамером через AnchMology. Надеюсь, ответил. Спасибо. Следующая группа вопросов, я их объединил под общим про селекторы. Первый вопрос, селектор работает на основе тела сообщений или только заголовок? Он работает на основе хедеров, с телом сообщения он не работает. И еще хотел бы добавить, я забыл упомянуть, на высоконагруженных системах не рекомендуется селекторы использовать. И второй вопрос по селекторам, на каком уровне работают селекторы, на уровне брокера? Да, на уровне брокера. Спасибо. И последний вопрос именно про селекторы. Селекторы работают для топиков? Да. То есть можно повесить сабскрайбер с определенным селектором, это нормально. Так, теперь к следующим. Следующий вопрос звучит так. Как персистент реализуется, что при крашенном брокере оно не теряется? Вот здесь немножко, я понимаю, что можно долго рассказывать. Шарит персистенное хранилище. То есть мы возвращаем окно, лишь только в том случае, если мы положили уже в персистенное хранилище. Соответственно, персистные сообщения обрабатываются гораздо медленнее, чем не персистные. Это надо учитывать. То есть если допустим обычный баз данных, то там есть если база данных ответила, что, к примеру, сообщение было сохранено, значит оно было сохранено. То же самое с файловой дисковой системой. То есть мы получаем подтверждение от операционки, что сообщение было сохранено. Спасибо, коллеги. Еще связанный с персистентом вопрос. Он звучит следующим образом. Как работает персистент в случае композит кю? Акноледжмент высылается только после сохранения во всех персистентных очередях. Сама логическая очередь может быть персистентной? Вот такой длинный вопрос. Давайте попробуем общий. В первую очередь, скорее всего, это сообщение. Если у нас стоит параметр персистентный, то все сообщения, неважно в каком виде мы его послали, они все персистентны. Если сообщение, то в зависимости от сообщения. Акноледжмент будет возвращен, когда сообщение появится в сторе как минимум логической очереди. Спасибо. Еще вопрос уже про репликацию. Он звучит следующим образом. Сообщение реплицируется между брокерами только из топиков, из очередей нет. Я только что показывал, как из очереди одного брокера сообщение ушло в другое. Я предупредил, что сообщение уйдет только одному брокеру, вне зависимости сколько брокеров слушается из очереди. И ходит любой неперсистентный прекрасно так же. Еще вопрос. Он как раз коллеги у вас не покрыт в презентации. Я считаю, его надо обязательно задать. он звучит следующий. Поддерживает ли Active MQ другие типы авторизации? Или давайте перефразируем, какие типы авторизаций поддерживает Active MQ? Можете вот так сходу или мы ответим позже? Авторизации по протоколу? Я предположу, что спрашивают, что мы хотим дать доступ, так скажем, ограничить доступ к нашим очередям. И чтобы получить либо отправить сообщение, нужно было какие-то креды в каком-то виде. Конечно, здесь достаточно гибкая пользовательская политика. Можно давать конкретному пользователю ограничения на read, write и так далее. Единственное, мы не стали это делать, так как из-под админа все гораздо удобнее делается, но делается достаточно легко, настраивается в специальном файле, который лежит в конфигурационной папке. Могу примерно показать, где они лежат. То есть да, разграничение политики по пользователям вполне присутствует. нормальное решение. То есть у нас есть группы админов, соответственно, бывают не админы. Сейчас. То есть есть админ, юзер и дальше есть описание то, что может куда так сходу я просто сейчас найти не могу. Извиняюсь. Просто поясняют, что имелось в виду, давайте я лучше зачитаю, я имела в виду, что я видела в конфиге логин и пароль, а хотелось бы, например, по токену, либо еще какие-то варианты. Нет, можно это закрывать, это есть такое, как бы прячется. Только я сейчас не готов показать, извините, пожалуйста. Еще вопрос, я его перефразирую следующим образом. Вообще, какие юзер, ну, юзкейсы для виртуальных топиков, то есть вот когда они полезны или были полезны на вашем опыте. Давайте, вот, есть такой вопрос, я просто чуть по-другому его опознаю. Витя, хочешь ответить? Так, виртуальные топики, но на самом деле мы этот кейс отрагивали, если говорить о том, что мы говорили, то это как для масштабирования консюмеров, то есть, ну, чтобы у нас была возможность, как я сказал, чтобы как бы к одному топику может получить только один консюмер с client-ID, да, чтобы как бы у вас возможность была увеличить количество консюмеров с одним и тем же client-ID, как бы вот как раз виртуальный топик для этого очень хорошо подходит. Чтобы иметь и топик, и мультисрединг консюминга, одновременно, потому что по умолчанию сабскайбер потребляет сообщения в один поток и никак это исправить нельзя. Ну и давайте последний вопрос, он такой достаточно общий, какие есть сценарии использования сети брокеров? Это такой как бы достаточно широкий, но распределение нагрузки, увеличение как это уменьшение нагрузки на балансировка, то есть разброс нагрузки на разные, использование более близкого брокера в качестве консюмера, допустим, вернее, источника сообщений, извиняюсь. то есть там много, вот мы, допустим, делали клиенту кейс через сеть брокеров, чтобы суметь покрыть большую нагрузку топиков, то есть у него ожидалось порядка трех тысяч одновременных клиентов по сто сообщений в секунду, вот, и они должны стабильно работать более. Ну, давайте последний вопрос, ну, я зачитаю, как он звучит, но мы его немножко обобщим, какие процессы лучше всего реализовать на МКУ, примеры из практики, но я бы от себя этот вопрос бы обобщил, как какие процессы лучше реализовывать на МКУ, а какие там не на МКУ, в смысле на каком-нибудь синхронном взаимодействии. или какие-то примеры. К примеру, можно, как это на МКУ, реализовывается именно driven pattern архитектурный, то есть, когда мы строим процессы организмом, эвентов, также очень хорошо скидывать какую-то статистику, которую можно постепенно обрабатывать, то есть, на самом деле, очень много, либо, допустим, для некоторых систем, она может выступать в ходе балансировщика входящих сообщений, то есть, что система не будет задодосить, что бы с ней не делали, потому что больше определенного объема сообщений в секунду, она просто не будет прожевывать, и все, то есть, много различных вариантов. Коллеги, вопросы у нас закончились. Спасибо всем, кто пришел на этот ивент. Спасибо спикерам. Спасибо.